Доброе утро, дорогие друзья! Давайте сегодня попробуем чуть-чуть сложнее. Поговорим на примере недельной главы о двух вещах. Первое, это о том, что в наших руках только наши усилия, а результаты, они всегда в руках Творца. И второе, это должна быть личная ответственность человека перед миром, перед Богом. Вся ранняя история человечества, рассказанная в Торе, это череда разочарований. Бог дает людям свободу, которую они затем злоупотребляют. Адам и Ева съели запретный плод, Кайну Белавеля, до потопа насилия всякая плоть извертила свой путь на земле. Бог создает порядок, человек создает хаос. И вот когда они сталкиваются, и Бог видит, что хаос уже разрушит порядок, он там происходит или потоп, или коронавирус, или еще что-нибудь. Даже если прошел потоп, потом человечество в образе строительства Вавилонской башни думало, что построит башню до небес, и там будет воевать с Богом. Люди не отвечают Богу, перестают его слышать. Именно здесь появился Авраам. Вначале, заметьте, миссия у него какая, иди из дома своего. То есть у него не было никакой конкретной цели. Ему сказали, выйди из того ситуации, в которой он находится. И вот что дальше. Какая миссия Авраама, никто не знает. Что делает его не просто хорошим человеком, а лидером. Мы должны понять вот эти кусочки Торы, которые основополагающие для всего. Первое, это вот то, что мы сказали, ответственность. Адаму и Еву не хватило личной ответственности. Адам говорит, это не я, когда съел яблоко, это жена. Жена говорит, это не я, это змей. Они как будто отрицают, что сами являются творцами своих поступков. Как будто они понимают вот свободу, которая дана, и ответственность, которую они за это получили. Каин, он говорил иначе, это не я. Авель виноват, что спровоцировал меня. То есть отрицал моральную ответственность. Разве я сторож брату своему? Но их не выдержало испытание, когда ему сказали, что мир погибнет, он не стал за него просить. И тут надо понять Авраама. Он нес личную ответственность. Между его пастухами там и лота был, например, конфликт. Видя, что ссора не случайна, что он сразу говорит? Не будет ссоры между мной и тобой, расходимся, земля большая. То есть Авраам не выносит никакого приговора, обратите внимание. Он не спрашивает, кто виноват, кто он сразу. Дает право лоту, он видит проблему и действует. У чувства ответственности за мир, еще важнее, чем за мир, это за себя, за свои действия, это у него в абсолюте. И вот для этого Бог нам рассказывает целую, вот уже третью главу, что должно быть чувство ответственности. Ты, может быть, не видишь, как ты маленький, можешь поднять или разрушить, или опустить мир. Но так и есть. Я тебя создал таким, говорит Бог человеку, что ты достигаешь головой до небес. Что дальше? Смотрите, какая великая ответственность у него. Он переживал, даже когда ему дана команда, сын, жертвоприношение отскалка. Ну подумайте, самое вообще, что может быть на земле, вообще невозможно. Тем не менее, он видит, что как бы не дошел он до конца в этом вопросе. А может быть еще. Не то, что не дай бог он хотел убить своего сына. Авраам желал исполнить волю Всевышнего на максимальном уровне. А Всевышний говорит ему, ты видишь ситуацию своими глазами. Но с моей точки зрения, пепел и цкака лежат на жертвеннике. То есть, что здесь Тора учит нас? Истинный взгляд на мир, на дело, которое делает человек. Если мы стараемся изо всех сил, и у нас не получилось, нам кажется, что мы не преуспели. Ведь мы просто старались и все. Например, человек решил, я буду на молитву вставать раз в неделю или каждый день, не знаю. Пытался раз-два, не получается. Досада, разочарование. Кажется, что усилием ничего не стоит. Но это абсолютная ошибка. Нельзя себе представить ценность любых стараний. Каждый наш поступок, он наверху так дорог, его коронуют, возносят. Говорят, смотри, человек хотя бы старался. Что говорит дальше? Чем Авраам отличался от всех? Он говорит Богу, Богу он говорит. Неужели ты сметешь праведника вместе с нечестивыми? Это удивительная речь. По какому праву смертный подвергает сомнению Бога? И короткий ответ заключается в том, что Бог сигнализировал ему, что надо так поступить. Что сказал Бог ему? Стоит ли мне скрыть от Авраама, что я собираюсь сделать? Вот пойду я с Содома и Агамору. То есть он хотел, он хотел увидеть того человека, который наконец заступится за человечество. Когда Нооху было сказано, что я положу конец всякой плоти на земле и уничтожив, Ноох не протестовал. Более того, нам трижды говорят, что Ноох сделал так, как повелел Бог. То есть он принял вердикт и все. Авраам подверг его сомнению. Авраам принял другой принцип. Коллективную ответственность. Нужно иметь мужество бросить вызов Богу, защищая людей. И Богу это понравилось. Потому что Аноохи говорится, что шел с Богом, но Аврааму сам Бог сказал, иди передо мной. Это означает, будь лидером, иди, бери на себя ответственность. Я вижу, что ты можешь это. Повторяю еще раз. И иудаизм, и монорелигия, это призыв Бога к ответственности. Не списывая, что людей много. Ты, ты лично, ты отвечаешь за весь мир. Если в мире проблема, виноват ты. Каждый из нас виноват в этом. И второе. Запомните, в наших руках усилие. Из-за него мы получаем награду. А результат в руках Творца. Поэтому, когда что-то не получается, это не так важно. Но важно, что мы стараемся браховать лоха всего самого-самого лучшего.